Итак, друзья, мы продолжаем наше распышление. И вот что нас ждёт. Пропорции подобия свобода от величины. Вот такая интересная глава. Гачев нам подготовил такую интересную штуку. И давайте вгрызаться в материал этой главы. Через отношение пропорции, пусть с независимости от длин величины, вообще всякой вещественности и воплощённости, чему подчинено всякое измерение, числовое, рантвенно-геометрическое. Потому греки, которых влекла суть, логос их постичь, выводили все математические проблемы из рабства у вещественности и вводили в незыблемое царство отношений, где смирялись в войны величин. Вещественность переставала играть роль. Сторона квадрата может быть хоть один сантиметр, хоть двести стадий, а её отношение со своей диагональю незыблемо, примерно пять к восьми. Это ещё у Платона в государстве. Или любые могут быть длинные треугольных участков, что в геометрии землемерии важно, но площадь на них будет равна длине, помноженной на пол высоты. И вот важность синуса. Хоть у тебя маленький кружок в руках, хоть эклиптика, размеры не важны. Хоть микро, хоть макро, это всё как вам угодно. Но раз линия смотрится из глаза под таким-то углом, то и линия, и расстояние до неё железно соотнесены друг с другом. Потому ненадобно грекам было алгемры, раз в их руках и уме пропорции. Пропорция освобождала от власти величин и чисел. И давала идею эйдос фигуры любой, круга, треугольника и так далее. Будь он с овчинку, будь с неба, идея не от величины зависит, а от своей структуры. И пропорция эти структуры выражала. Алгембра же возникает от числа предсчёта, как от него воспарение в логос. У тран счислительных епид, вавилон, пропорция от геометрии, от пространства. И у нас в регонометрических функциях действует не алгембраический метод, не уравнение, а пропорции. Ибо там всё, отношение двух сторон треугольника и через то априорная связь и предопределённость любой вступающей сюда данности. Длин от резков чисел, да и в дифференциальном исчислении, дельта х делённое на дельта у, отношение. Вообще функция от пропорций, ибо соотнесённость, соупорядоченность, координаты. Недаром на ося координат вычерчиваются пропорциональные зависимости, прямые, обратные. Потому столь важен был метод подобия, уподобления треугольников и прочих фигур, как подобие образа человека. Можно одну идею находить и в малом, и в великом. То есть уничтожив значимость самих этих различений. Малая, великая, а являя стационарную суть. И она в пропорциях. Вот такая интересная глава. Какие интересные мысли вы для себя подчеркнули, что было непонятно, что было понятно, что больше всего завлекло. Как вы смотрите на связь геометрии с алгеброй, пропорции, геометрические пропорции и алгебраические уравнения. Что это для вас? Мне больше всего, конечно, понравилась его работа со словом. Но я гуманитарий для мозга костей, поэтому я это и замечаю. Соупорядочность, координаты и так далее. Вот, а мы плавно подходим к следующей главе, и у вас есть возможность поставить жирный лайк, подписаться на канал, и, конечно же, написать комментарий. Что-то понятно, что-то непонятно. Может быть, у вас благодарность возникла за то, что я озвучиваю эту книгу. И, возможно, у вас какие-то появились вопросы. Все решаемо в комментариях. Комментарии forever. До встречи в следующем уроке. Я думаю, вас уже заинтриговало название. До встречи в следующем уроке.